это началось ровно год назад вспоминаем войну в украине а в гомеле парень гулял по городу в чем матери дела надеемся ничего себе не отморозил а в гаи рассказали сколько водителей скрылись в прошлом году после аварии на календаре 24 февраля всех мужчин с прошедшим праздником лично от меня я вас поздравляю всех сильных мужчин за то что вы рядом за то что на вас всегда можно положиться но меня зовут жени это сильные новости наш вечерний выпуск погнали надеюсь вы по мне скучали это началось ровно год назад вспоминаем войну в украине 24 февраля 22 года началась так называемая спецоперация россии против украины ее целями по словам владимира путина были демилитаризация и денацификация украины что именно это означает сложно сказать но по всем канонам военной науки это спецоперация самое что не есть война мясорубка идет в небе в море и на земле сильные новости вспоминает основные события этой войны ссылку на этот материал мы оставим в первом комментарии под этим видео переходите смотрите читайте лайкайте надеемся ничего себе не отморозил в гомеле парень гулял по городу в чем мать родила довольно необычный инцидент произошел еще 2 февраля по городу вышел погулять 28-летний парень причем делал он это в абсолютно естественном виде парень забрел на местный рынок в этот момент кто-то снимал его на телефон ну а кто-то вызвал милицию сотрудники сразу отправили голыша в психиатрическую больницу но милиционеры немного ошиблись с учреждением по словам парня он принял найденный наркотик ну а дальше потерял память стоит добавить что приезду сотрудников парню дали штаны это радует теперь на него завели уголовку за хулиганство это не радует а что там с ценами на огурцы в очередной раз в редакцию сильных новостей прислали снимок ценников на этот овощ который ворвался в новостную повестку еще неделю назад его стоимость обсуждали в министерствах а логистические цепочки поставок отслеживались и тщательно просчитываясь чтобы вы думали однако несмотря ни на что белорусские огурцы так и остались дороже своих зарубежных собратьев почему так не понятно на фото можно увидеть что российский огурец стоит чуть больше 7 рублей а белорусский чуть больше 9 рублей вот так разница в ценах делитесь в комментариях за сколько в ваших магазинах рядом с домом продаются огурцы у меня по 13 рублей в городской области задержали очередного оптового наркокурьера ему всего 19 лет парень родом из лельческого района и начал работать на наркомаркет с декабря курьер оставил на хранение у своего знакомого пакет со свертками с кристаллическим веществом позже экспертиза помогла установить что вещество психотроп альфа пиви пи массой более 300 граммов кичанин рассказал что в его обязанности входило распространение оптовых партий на территории нескольких районов гомельщины следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ совершенных организованной группой парню грозит до 20 лет лишения свободы жесть сейчас проверяют не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям зачем убегать все равно же находит в гаи рассказали что в прошлом году более 100 водителей скрылись с места дтп в 2022 году 114 водителей скрылись с места происшествия в которых погибли погибли 17 человек из 104 человека получили травмы большинство таких происшествий связано с наездами на пешеходов темное время суток водители скрываются в надежде что им удастся избежать ответственности но как показывает статистика практически во всех случаях их находит слова бегство водителя станет лишь отягчающим обстоятельством не лучше ли оценить все случившееся адекватно и принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим а также вызвать экстренные службы ну а я как водитель обращаюсь к пешеходам друзья когда переходите пешеходный переход как минимум смотрите по сторонам как максимум желательно обозначайте себя какими-то фликерами или светоотражающими элементами чтобы вас было видно потому что иногда на пешеходных переходах темно и в темных куртках людей не видно так что позаботьтесь о своей жизни в том числе и самостоятельно снова авария с участием маршрутки и снова пострадали 11 человек какая-то карма наверно пресс-служба минздрава сообщила что сегодня на трассе бобруйск глузг столкнулись маршрутка и трактор на этот раз предварительно известно об 11 пострадавших среди которых один ребенок с ними работали пять бригад скорой помощи погибших к счастью нет погуляли ну а теперь придется ответить минске трое пьяных парней сбросили с моста два электросамоката разгромили остановку и сожгли машину такое лихой кутеж произошел еще в октябре прошлого года трое нетрезвых минчан зачем-то сбросили с моста два электросамоката их оценили в сумму более 3000 рублей затем они же разгромили остановочный пункт в одном из столичных микрорайонов после этого они увидели чей-то москвич достались авто запасные ветровые стекла и стали по ним прыгать но и это еще не все молодые люди облили краской volkswagen после чего подожгли автомобиль сгорел всю троицу будут судить за слостное хулиганство группа лиц а также за уничтожение чужого имущества общеопасным способом не знаю зачем это нужно было но надеюсь им было весело такой будет погода в гомеле на выходные если кратко то не самое приятное увы и ах в субботу в городе будет пасмурно а на утро и вечер прогнозируется сильный снег дождем боже мой какой кошмар не хочу это читать температура воздуха 24 градуса тепла скорость ветра будет достигать до 11 метров в секунду так что не забудьте одеть шапку воскресенье прогнозируется такая же пасмурная погода температура достигнет чуть выше нуля и вероятно будут осадки а скорость ветра тоже будет очень сильной так что не снимайте шапки с субботы эти новости нужно читать очень красиво про погоду добра радостно но погода не очень поэтому простите я прочитала грустненько ну а меня зовут жени это были сильные новости выходные впереди с чем я вас и поздравляем ставьте лайки этому видео и пишите комментарии лично мне будет приятно пока пока а